Всем привет, дорогие друзья, с вами Кевин. Сегодня с утра проснулся где-то 15-20 минут назад, решил снять видеоролик, так что на улице тепло вот, блин, не этот, Назар уехал, сегодня же понедельник, ему надо дома быть. Как минимум, точнее, как максимум, до понедельника он должен быть, так что он либо вчера, либо сегодня уехал. Ну, ничего, через неделю, две, три, обещал вернуться. Так что что-нибудь, блин, туда будем, как раз-то, и где-нибудь в парке, а то и где-нибудь еще снимать. Так, пока что, мне не сильно хочется выходить самому на улицу гулять, или даже просто снимать, то я просто буду дома на балконе там или еще где-нибудь. Мне не тот человек, который любит сам с собой играть. Тем более, даже если у меня кто-то из друзей есть тут в Киеве, то все равно это не факт, что я могу с ним гулять. У меня мало тех людей, с которыми я играю. Я тут вчера так поразмыслил, хотел поверить на тему вот этих самых малолеток в Ютубе. Вот так, допустим, как на видео на фан-стете, я, Назар, были. Я такой иду, думаю, что за два малолетка клеится к Назару. Такой, говорю ему привет, типа, скажи привет на камеру, все такое. Я сначала думал, что это просто какие-то малолетки, незнакомые, ну, думал, сейчас пошлю их на три весь вулкбук. А мне Назар говорит, что это его, типа, самые младшие подписчики. Я в шоке. Если честно, на моем старом канале, моя официальная статистика, это где-то 95%, 93-95% составляла, статистика составляла людей от 19 до 26 лет. Где-то от такого до такого возраста. Хотя нет, до 30. Как ни странно, до 30 доводило. Ну, а остальные проценты этого уже были, там, от 16 до 18 лет. Короче, у меня малышей, малышев не было. А у него, видимо, есть. Ну, я никого еще, типа, я бы не осуждаю, никого не осуждаю, просто... Я бы хочу другое сказать. Вот, взять, допустим, я вот с Назаром смотрели видео, которое снял этот самый малолет, малой. Ему 12 лет. Какой YouTube? Самый минимальный возраст 16 лет на YouTube. 16 лет, не минимум, ну, не меньше. А сейчас, после того, как узнали, что на YouTube еще зарабатывают, сейчас даже вот есть некоторые родители, которые тупо заставляют детей снимать видео. Вот, допустим... Не помню... Как там... Я забыл, как девочку эту звать. Она еще, по-моему, в топах даже появляется часто. То ей конфеты, то ей, блядь, игрушки. Очень много всякой фигни покупают. А надо уже это все и распечатывать, играть на камеру, там все делать. В конце концов, видео заключается тем, что она либо играется игрушкой, и общается на камеру, тупо непонятно, что говорит, либо ест. Ест не шо попало, а именно сладость. А я... Одно... Второе видео я видел. Какая-то... Мама или сестра, то я не понял. Оделась... Фарту... Фарту какая-то... Оделась, короче, как Маша... Маша из-за того, Маша и Медведи. Оделась, получается. И... Говорит, типа, своей дочке, кто она там... Лет не больше пяти. Не больше пяти лет, я так понял. Ну вот. И... Типа, заставляет ее есть сладость. Наваляла, блин, там куча... Сладостей там на килограмм тринадцать, наверное. Не, честно, реально много там было. Килограмм тринадцать может быть больше, я не знаю, но не меньше. И во время всего ролика она тупо жрет и все. Болтает и... Летко жрет. Как раз я не понимаю, почему тут только... Наверное, еще в топы попадают такие видео. Ну... Я заобходим эту тему, другую начну. Так вот. Ну и начали смотреть мы видео... Я с Назаром того пацана, малолетку. Ему двенадцать лет. За ВКонтакте он выставляется на 1987 год. Шесть. Ну, посмотрели... Два косяка я заметил. Два. Первый. Это то, что он во время всего видео у него рос сбоку. Вот здесь. Сбоку, получается, название компании или программа. Короче, он через... Неофициальную. Ну, то есть, может, официальную, то есть, не купленную версию. В основном, любой блогер обязан, если снимать, то обязан все делать через купленную версию. Ну, если кому-то очень лень покупать или вообще что-то делать с ней, то просто можно скачать взломанную версию и все. Сейчас в наше время такое есть. Хотя, на самом деле, я вот... Очень мне трудно было добиться того, чтобы я купил реально версию Бенди Крама, по-первых. Ну и остальных, там, не помню, нескольких программ для монтирования видео. Допустим, Вегас ПРО. Тринадцатый. Очень, очень тяжело было, конечно. Там, как бы, там, составляло около двух штук, по-моему. Если все это взять. Все эти программы взять, как бы, купленная версия. Так вот. Пока начали смотреть. Мало того, что у него сбоку и название сайта, название там сайта, так еще весь момент который снимал это где-то до пяти минут зато видео идет 10 минут а остальное время я офигел я думал он чисто снял все он даже и себе он как множество малолетних типа блогера снял выклыл не посмотрел даже без монтажа без ничего зато склеивать он умеет ну вот короче прошло все видео зато остальные пять минут тупо черный камер тупо черный ничего не текст они музыки ничего нет тупо черный камер и я я реально я не понимаю я не удивляюсь тому что у него меньше 20 точнее меньше 10 даже подписчиков а просмотров у него где-то меньше 20 это точно я вот не помню точно на то время у него было 13 просмотров поэтому смотрели четыре дня назад где-то они вру 3 просто youtube это как бы сказать это частично а некоторые говорят что-то бизнес да можно так назвать но это не такой бизнес как вот это рестораны бизнес это все подобный это не то это как бы как бы сказать я даже не знаю просто видеоблогер видеоблогерство это не то о чем прям все мечтают что прям зарабатывать и будут вот сниму видео будет у меня где-то тысячи просмотров заработаю кучу бабла будет будет буду знаменитым нет так так то кто-то думает глубоко ошибаться очень глубоко на самом деле это первое знать видео не так и тиши не так и тяжело но и не так легко это же надо хорошая камера это даже во-первых во вторых надо еще хорошее место просто представьте себе вы снимаете это тоже самое что вы будете снимать видео в метро там где кто-то овёт кто-то слушает музыку в конце концов не сможете ничего снять передать своему подписчику словами ничего не сможете так вот если вы собираетесь снимать на компьютере это вам надо аппаратуру то есть веб-камера мало кто конечно есть те кто без веб-камера снимать но все равно же это вам надо хороший компьютер это вам надо все равно наушники желательно с микрофоном хорошим есть такие микрофоны которые не пропускают лишний звук фоновый вот они как раз так желательно у меня такой есть у меня реально они дорогие мне как раз подарили на новый год это очень хорошие наушники так что такие желательно каждому кто хочет реально достичь успеха ну а следующее что могу посоветовать это некоторые бывают снимать видео и накручивать себе подписчиков или просмотров не надо так во первых ютуб все просматривают от а до я вы сейчас можете подумать да шо ютуб просмотров на ютубе блин около миллиарда людей и ты хочешь сказать что ютуб именно меня будет смотреть well если и лайк да ютуб смотрит любой вы сейчас подумаете что это не так но на самом деле это так однажды у меня был старый канал очень старый то я тоже попробовал поэксперементировать что будет если накручить себе просмотров около двух тыс Да, через два дня мне пришло письмо на мою почту, что ваш канал заблокирован за накрутку нелегальную притом. Ну и множество разных причин. Там есть лишь одна причина, по которой я не могу с ними согласиться. Это распространение какой-то там нелегальной информации третьим лицам. Ну, вот так. Ну, шо я еще остановился, забыл сказать. Это, вот вы сейчас думаете, вот некоторые думают, сниму видео, разбогатею, будет самым популярным. Нет, чтобы я на своем старом канале достиг около тысячи подписчиков, мне пришлось полтора года трудиться. Не, есть люди, которые могут и быстрее. Вот, допустим, Назар, полтора тысячи подписчиков, заработал меньше за год, говорит. А Настя? Да, я нас есть, честно, не знаю, сколько, ну там, по-моему, по-моему, где-то за год она или нет, меньше. Ну, только больше наш, обо. Вот, просмотры так быстро не наскак, вот как вы думаете. Вот, сейчас так типа поставлю, вот, скинул видео, а мне к вечеру будет там 13 тысяч, как минимум. Нет, это не так. На самом деле, просмотры, это тоже самое, что и комментарии, и лайки. Это одно целое. То есть, человек смотрит, он может поставить лайк, дизлайк, или написать комментарий. Человек любой, который зайдёт на видео, он обязательно уже просмотрит, если видео идёт 10 секунд. Который, ну, то, что он посмотрел, 10. Просмотр зачисляется. Но просмотры, ну, лайк и дизлайк, и комментарий не зачислятся за это время. Так что это труднее. Тут главное заинтересовать человека. Вот, допустим, ставьте, в конце, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вы комментируете, и всё такое. Это, как бы, и не только стимулирует человека вам всё-таки всё это сделать. Но и при том, ему интересно. И знаю я одного человека, не помню уже его канал, как называться. Он, как бы, снимулирует людей в начале и в конце видео делать, типа, такие, типа, вот так, допустим. Вот поставь мне, поставь в начале видео лайк, и прокомментируй видео, и, типа, в конце, и в конце дня под подушкой у тебя будет новый айфон. Да, кто бы поверил, что это правда. Разве что, малолетка. Ну, я не хочу обзывать, конечно, таких детей меньше 10 лет, меньше 12. Но это правда. Просто, такие дети, они в основном верят, и это как-то стоит для них. Всё равно же, главное, что люди на это ведутся. Вот так я и посоветовал. Я без этого справляюсь неплохо. То, так вот. Ну, и, конечно же, последнее могу сказать. Подписчики очень трудно набираться. Если с просмотрами, так это разобраться сможешь. Тем более, в наше время есть бесплатная, платная накрутка. Ну, не та накрутка ботов, а накрутка реальных подписчиков. Вот, допустим. Вы смотрите чьи-то видео, а на том сайте вы зарабатываете на свой аккаунт какие-то баллы. Эти баллы вы тратите на то, чтобы создать свою задачу. На этой задачи, допустим, просмотреть 3000, ну, сделать 3000 просмотров. То есть, каждый человек, который видит эту задачу, смотрит это видео, но получает баллы за то, что посмотрел. То есть, сделал задачу, там, лайкнул, комментировал, дизлайкнул, просмотрел, там, или подписался, или поделился, короче, неважно. В конце концов, и сплатные, и бесплатные. Вот бесплатные, очень тяжело найти. Платные, ну, их можно почти на каждом повороте найти, но, заметьте. Цена их от, где-то от 700 рублей, это как минимум от 700 рублей. Ну, это самый распространенный от 700 рублей. Ну, и то, не факт, что вас просто не, не, это, не наведут в оккупатель, не обведут просто. Везде есть своя уловка. Человек может просто поверить, а вернуть деньги раньше же не сможет потом. Вот так вот получается. Так что, будьте осторожны, если хотите реально достичь успеха с помощью накрутки. А тем, кто реально готов потрудиться, я только посоветую. Старайтесь, снимайте видео, шутите. Главное, чтобы вам, главное, заинтересуйте подписчиков. С вами был Кевин. Всем спасибо. Пока. Бай-бай. Бай-бай.